Всем привет! Мы с вами продолжаем обозревать дополнения на работу для игры Sims 4 и сегодня я хочу детальнее посмотреть на предметы, которые нам добавили в режиме строительства и в режиме покупки. Вот давайте начнем тогда с комнат и будем проходить по всем предметам и быстренько делать такой обзор. Ну вот например этот холодильник, довольно таки симпатичный, очень похож на офисный холодильник, в котором хранятся всякие закуски. По-моему даже я такие холодильники видела в больнице, в них можно наверное покупать еду для работников, которые работают в больнице или где-нибудь еще например в офисе. Так давайте еще посмотрим, что у нас здесь есть, у меня кое-что отмечено новым, а кое-что нет. Вот например добавили еще столешницу, но в принципе ничего такого необычного в ней нет, да очень похожа она на другие столешницы, немножко иначе выглядит, а так как по мне они все одинаковые. Так еще по-моему добавили барные стулья, да вот медицинский стул без отдыха или лести, но его я поставить не могу, так как его может купить только врач. Получите доступ к карьере доктора 5 и тогда этот стул разблокируется. Вот то есть добавили еще и карьерные предметы, которые можно заработать только если вы где-нибудь работаете в новой работе. О, Билли Костяшка, этот небольшой помощник научит даже самых неопытных студентов где какие части тела. Ой, вот такой вот прикольный, это типа получеловек-полускелет и знаете он очень похож на вот фигурки, которые можно выкапывать, когда есть действие копать камушки. Там можно выкопать вот фигурки из коллекции My Sims. Очень он на них похож, такой прикольный, нужно будет обязательно купить себе в летсплей, чтобы где-нибудь стоял такой замечательный мальчик. Так, что у нас еще есть из декора? Капельница в дорогу, но это все опять-таки для врачей, можно дома оборудовать такую мини-больничку, например, если врач хочет дома, например, кого-то лечить. Не знаю даже, можно это дома делать или нет, но она вообще добавляет обстановку, поэтому в принципе функционала у нее никакого, можно просто поставить для красоты. Также вот такой вот деревянный шкафчик, просто тоже он для красоты, потому что добавляет обстановку. Книжная библиотека, вот такая вот книжная полка замечательная, маленькая и даже на колесиках прикольная. Можно будет ставить где-то в библиотеках или детских бочка с загрязнителями. Ой, а вот это, наверное, нужно для ученых. Мне кажется, они будут использовать вот такие вот штуки, когда что-нибудь делают, какие-то опыты. К сожалению, это опять же таки декор и функционала у нее никакого, но выглядит она очень симпатично. Стенд с ковриками. Ой, а что это за коврики? Это, наверное, стенд с ковриками, с книжками и журналами или с открытками. Интересно, тоже можно оборудовать, если вы, допустим, строите магазин. Теперь в дополнении на работу можно открыть свой бизнес. То там этот стеллаж будет таки неплохо смотреться. И ширма волны тоже добавляет обстановку, очень большая. Будет прикольно смотреться в больших домах в качестве разделителей комнатного пространства, чтобы визуально разделить, допустим, комнату на некоторые зоны или части. Так, ну, по-моему, это все из декора, что есть в дополнении на работу. Тут у меня еще в новинках мойки. Металлическая мойка, работа кипит. Ой, интересно, что это такое? Это такое впечатление, что это гигиена 4, надежный 7. Как будто вот больничная мойка или что-то с этим связанное. Интересный предмет. Так, из моек все. Теперь у меня еще вот мусорные баки в новинках. Да, вот такой вот мусорный бак, наверное, на офисный похож. И еще мусорное ведро SIM 3000. Да, SIM 3000. Ну, они, собственно, ничего не добавляют. Пластмассовый контейнер для любого ненужного вам мусора. Построим будущее вместе. Эта модель привнесет будущее в ваши дома и поможет избавиться от прошлого. Но я так понимаю, что это не как нано-бак. То есть деньги, наверное, эти мусорные баки не дают, если выбрасывать в них мусор. Так, еще что-то у нас есть в новинках растения. Клумба 4 оттенка цветного. Интересное название, наверное, связанное с 50 оттенков серого книжкой и фильмом. Можно изменить, да, кстати, правильно, называется на 4 оттенка. Поэтому мы можем делать 4 разных цвета, когда вот эту клумбу добавляем. Забавная такая, можно ее вешать где-нибудь на стенах дома снаружи, чтобы дом выглядел более зеленым, привлекательным. Растение многослойное. Вот такое вот растение появилось. Довольно-таки неплохо где-нибудь его поставить. И куст без шабашной выходки. Вот такое, наверное, будет лучше смотреться где-то в саду, потому что домой такую большую штуку не хочется ставить. Ну, если, конечно, дом только не очень большой. Если очень большой, то можно. Так, жалюзи. Это, наверное, нам все добавили для... Для вот, господи, для офисов. Потому что вот, или для бизнеса, для магазинов, вот такие вот вывески можно будет вешать. Да, замечательно. Если вы решили открыть в Sims 4 свой магазин, а теперь это можно сделать, то вот такие вот вывески будут там как-никак кстати. И навес-салют. Еще вот одна разновидность навеса, который тоже будет, мне кажется, очень прикольно смотреться. Я хочу открыть мини-пекарню в своей династии. Вот, наверное, построю там домик и вот оборудую его именно. Вот поставлю вот такие вот штукенции. Мне они понравились. Так, ну, по-моему, из кухни это все, что здесь есть. Давайте посмотрим на санузлы. Нам добавили унитаз. Да, нам добавили унитаз. Унитаз холодная сталь. Получите доступ, достигнув третьего уровня карьеры детектива. Ха-ха. Смотрите, этот унитаз дают, если вы хороший детектив. Прикольно. А почему именно детективом? Не знаю. Естественно, нужна 10. Стулья, кресло-диваны 1, надежность 4. Ну, не очень хороший, по-моему, унитаз. Да, не один из самых лучших. И дают его, если вы играете детективом и достигли там какого-то уровня. Гигиеническая обеззараживающая капсула. Вот это уже интереснее. Но купить я ее, опять-таки, не могу, потому что нужно достигнуть седьмого уровня в карьере ученый. Гиена 9. Кстати, очень хорошая таки капсула. Наверное, из душевых кабинок самая лучшая. Да, действительно, вот такое вот полезно прикупить, если, конечно же, прокачаться и достигнуть нужного уровня в карьере ученого. И посмотрите, сколько вывесок. Я специально построила стену, чтобы можно было смотреть на всякие разные вывески. А это, кстати, вот эти вот фигурки My Sims, которые можно выкопать, когда вы выкапываете камушки. Очень интересно. Интересно, можно им поменять цвета или нет? А нет, им поменять цвета нельзя, ну потому что они в одном таком цвете. Вот такой вот диванчик. Можно будет где-нибудь, если вы решили, например, открыть магазин мебели, то будет смотреться, кстати, неплохо. И даже, кстати, этого дивана можно изменить расцветки. Расцветки тоже так замечательно с картинами придумали. Эта вывеска более подходит для пекарни. Эта вывеска больше подходит для бара. Интересно, им можно менять цвета? Так, этим не... А, вот это вот можно здесь поменять. Можно цвет. И здесь тоже стул. Можно поменять цвет. Так, наклейка. Традиционные кексы. Но это тоже, скорее, для пекарни подойдет. Для пекарни наклейка. Кристаллы силы. Это что, можно кристаллы продавать? Я даже не знаю. Оказывается, может быть, можно. И, кстати, можно тоже эту вывеску изменить. Очень интересно. Волшебная наклейка. Волшебный камень. Так и называется. Таинственная наклейка. Волшебный камень. Наклейка. Завистливые кролики. Это все тоже похоже больше как для пекарни. Наклейка. Одежда мечты. А вот это вот, если вы решили открыть магазин одежды, то там будет как-никак кстати. Ну, давайте я вот понаклеиваю разные наклейки, чтобы вы могли посмотреть. Это тоже для какого-нибудь магазина одежды. Наклейка. Пламбоб. Тоже интересная, забавная. Интересно, можно ли поменять ей цвета. Наверное, нет. Нет, этой наклейки нельзя поменять цвета. Наклейка. Две половинки одного целого. Ой, а кстати, наклейки можно на наклейки что-ли вешать? Ну, вот, по крайней мере, здесь это сделать можно. Наклейка. Стул в австерс... Ой, вот эту вот наклейку, кстати, тоже можно в магазин мебели поставить, если вы откроете мебельный магазин, вместе вот с этим вот диванчиком. Картина «Крайнее замешательство». Это уже, наверное, картины пошли, да? Плакат «Пора в путь, дорогу». Они, вот эти вот плакаты, уже добавляют обстановку. Так, а вот это уже у меня из праздничного набора. Почему-то до сих пор оно находится в новинках. Очень странно. Ну и все, да? И последнее «Подсолнухи». Картина, да? Картина «Счастливое детство». Ну, вот это вот все предметы, которые являются наклейками, которые вы можете повесить где-нибудь, когда строите свой магазин. Так, картинки мы посмотрели. Давайте посмотрим, что у нас есть из ковриков. Коврик слишком много кругов не бывает. Ну да. И здесь вот такие вот кружочки. Наверное, можно поменять цвета. Интересно. А, наверное, в магазин можно тоже построить, поставить. Если много вот таких вот кружочков поставить, то выйдет довольно-таки неплохой узор. Можно будет даже экспериментировать с разными цветами. Металлическая решетка промышленного типа. Ага. А вот это где-нибудь можно, наверное, поставить в лаборатории или, не знаю, в детективном участке. Наверное, в лаборатории дома. Если оборудовать, к примеру, подвал, то выйдет неплохой такой пол, используя вот эти вот коврики. Так, кабинку душевую мы посмотрели. Еще у нас есть зеркала. А, зеркало одно. Зеркало вжиг и свист. Кстати, такое странное зеркало. Необычное. Довольно-таки симпатичное. Вот, можно даже видеть в него, что происходит на заднем плане. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас теперь добавили для спальни. Освещение я знаю. Я его еще потом посмотрю. А есть ли какие-то кровати? Да, появилась кровать одиночества. Получите доступ, достигнув третьего уровня в карьере детектива. Ну и все, собственно. Ну, кровать, я скажу вам, дает три бодрости. Это, по-моему, вообще самая плохая кровать, потому что до этого бодрость давали четыре. А, скорее всего, это, наверное, кровати для заключенных, которые будут находиться, наверное, вот в тюрьме сидеть. Потому что теперь, по-моему, тюрьма вот там будет в детективном участке. И там будут сидеть, наверное, подозреваемые. Я вот скоро собираюсь сделать обзор на карьеру детектива, поэтому там как раз подробнее и узнаем. Так, картина А. А, там эту еще картину мы не посмотрели. Она будет, как ни кстати, подойдет для вот ученого, который делает свою лабораторию. Здесь будет она неплохо смотреться. Так, и, по-моему, это все, что есть для спальни. Еще есть вот часики, часы и нержавеющие стали. Ну, такие вот самые обыкновенные часы. Их можно даже на кухне повесить или еще где-нибудь. Давайте перейдем в другую комнату. Здесь у нас диванчики. Кстати, диваны я уже смотрела. Здесь вот есть вот такой вот диванчик. Потом вот такой вот диван. Мне понравился этот диван. У него такая необычная спинка. И все, по-моему. Да, еще кресло добавили нам. Ну, кресло вот точно такое же, как и этот диван. Вот такое вот кресло. И вот такое. Ну, в принципе, все такое обычное, но добавляет оно разнообразие в игру. И можно все-таки интерьеры как-то более по-разному украшать и создавать разные вообще стили комнат. Так, вот нам здесь светильнички добавили. Ну, блин, я их повесить не могу, потому что у меня нет потолка. Я как-то строить уже потолок не хочу. Давайте, может, посмотрим на настольные лампы, которые здесь имеются. Так, и настольную лампу тоже я поставить не могу. Давайте поставим сначала какие-нибудь тумбочки. А здесь есть тумбочки? Вот, например, угловой столик деревянный. Тоже из дополнения на работу. Ой, еще такой лабораторный стол многоцелевой. Очень подойдет тоже, кстати, для лаборатории. Будет неплохо там смотреться. И вот такой вот столик тоже, мне кажется, на лабораторный более похож. И давайте посмотрим. Это у нас старшеры. Всякие светильнички. Ой, вот это вот прикольно. Вот это, наверное, к зеркалу подойдет. Если сюда внутрь повесить зеркало, то такое будет, наверное, прикольно смотреться и освещение. Давайте посмотрим, может быть, какое-то зеркало. Можем сюда подобрать, если получится. Вот это, наверное, сюда подойдет или нет? Так, я его не могу поставить на таком же уровне. Давайте вот это сюда, а это сюда. Нет, к сожалению, нет. Я думала, что можно будет поставить вот так вот зеркало. Может быть, и можно. Но таких, наверное, пока зеркал нет. или я просто не поняла, как это делать. Но вообще штукенция прикольная. Так, мы остановились, по-моему, тумбочки мы посмотрели. Смотрим мы светильники. Ну, как бы светильники, мне кажется, что они все обычные, просто добавляют разнообразие, как я уже говорила, в игру, а такого ничего сверхъестественного нет. Так, вот декорации мы уже все посмотрели. Появились еще вот несколько кофейных столиков. Их можно вот так вот ставить возле диванчиков, перед телевизорами. Они будут неплохо смотреться, если еще на них цветочки какие-нибудь поставить. Так, смотрю, здесь много новинок. Барная стойка, это уже давно это барная стойка. Не знаю, почему она у меня в новинках. Украшения, вот. Теперь вот эту вот штуку можно поставить, я не знаю, где-нибудь на входе, вообще в какой-нибудь ресторан или, ну, скорее всего, в пекарню, потому что теперь можно пекарни делать. Предупреждающий знак с отражателем «Опасная зона». Ого, вот это вот в лабораторию. Точно можно повесить дозатор геля для рук. Это, наверное, для, ну, для там, где раковины поставить, чтобы руки мыть. Ну, тоже вот прикольно. Наверное, вот где-то оно стоит в больницах или в лабораториях. Огнетушитель в шкафу от компании. Ой, огнетушитель. Его теперь можно даже вешать на стену. Вот если бы, правда, он работал, и можно было им классно потушить вообще пожар, если пожар начинается, к сожалению, это только декор. Держатель для полотенец. Полотенец тоже неплохо для ванных комнат. Хромовая панель. Ага, это тоже какая-то штука прикольная. Так, праздничные ленты. Так, ну это все у меня уже было. А нет, вот еще вывески. Ну, давайте просто на них посмотрим. Каждую вешать особо-то не хочется. Промышленные армированные балки широкие. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, куда это повесить. Наверное, где-то в лаборатории. Потому что так я даже придумать не могу, куда это можно деть. И дают все они обстановку. Диплом с отличием. Но это можно повесить где-нибудь в кабинете, чтобы Сим гордился, что он такой умный доктор или такой замечательный ученый. Ну, в принципе, все. Давайте перейдем уже, посмотрим, у нас появилось здесь... Ну, это я уже говорила, что нельзя открыть доступ пока к этому стулу, потому что нужно получить, в общем, там, повышение в карьере детектива или в карьере какого-то другого, в карьере другого работника. Так, создалище хрустальное. Это получите доступ, достигнув 10-го, аж 10-го максимального уровня карьеры детектива. Ну, вот такой вот, мне кажется, ничем не приметный стул, такое кресло, а нужно аж 10-го уровня достичь, чтобы его получить. Так, люстры мы уже смотрели, и давайте перейдем в следующую комнату. Следующая комната у нас кабинет, здесь стулья детектива. Детектива нужно получить, доктора, космонавта, а, ну, это уже пошли, которые не новенькие, вот новинки, и нужно получить доступ в карьере, чтобы их получить. Так, что у нас с компьютерами? Компьютер у нас появился для карьеры детектива нужно иметь, и карьеру ученого. Два новых компьютера. Вот для ученого, кстати, компьютер очень хороший, стоит у нас 15 тысяч, досуг поднимает на 10. Ну да, действительно, очень хороший компьютер. Давайте посмотрим на книжные полки. Добавили, да, некоторые книжные полочки, вот это симпатичное. Да и это... Ой, это, по-моему, с тайной дверью, или нет? Нет, я, по-моему, видела где-то с тайной дверью, вроде бы, есть. Или я ошибаюсь. Наверное, нужно достичь какого-то уровня, чтобы получить вот этот вот книжный шкаф. Вот, наверное, книжная полка, прямоугольник с полками. А может и нет, я, честно говоря, уже и забыла. Так, ну, здесь нужна карьера детектива, и поэтому получить я ее пока не могу, чтобы посмотреть. Давайте перейдем к домашним занятиям. Здесь у нас ничего новенького. У меня почему-то вот в новинках до сих пор из игрового набора в поход иногда вещи попадаются. И давайте посмотрим, наконец-то, вот на фотоаппараты, потому что теперь в игре появились фотоаппараты и другая всякая интересная фигня. Химический анализатор. А вот эта штука добавляет, я так понимаю, логику, да, и нужна она, наверное, для ученых. Вот можно поставить где-нибудь в подвале и оборудовать такую мини-лабораторию, если ваш сим, к примеру, ученый. Так, цифровая камера. Давайте поставим ее сюда. Еще получше камера. Давайте тоже сюда ее положим. И все. Так, это гитара. Фотостудия-вспышка. О, теперь можно же делать фотостудии. И, ой, она какая большая. Замечательно. Интересно, какие цвета у нее есть. А нет у нее никаких цветов. Не можем мы менять ей цвета. Но вообще замечательно. Здесь можно будет делать разные фотографии и открыть даже свою фотостудию. Но вообще я планирую, конечно, пекарню открыть. Хочется мне открыть пекарню. И вот еще один фотоаппарат. Это, наверное, самый крутой. Это зеркалка. Наверное, будут самые хорошие фотографии выходить. Ну, собственно, это и все, что у нас появилось. А нет, вот еще химическая лаборатория. Нужна карьера ученого, четвертый уровень. Ну да, вот это все, что у нас появилось в навыках. Да, это навыки. Кабинет у нас с дополнением на работу. Так, в детской комнате, ну, у нас появились здесь стульчики. Опять же, мы их видели. Они нужны, нужно, в общем, можно их поставить, если у вас есть карьера детектива. Вот такой вот стол, наверное, тоже. Он будет неплохо смотреться в какой-нибудь лаборатории. Опять же, подпольной лаборатории. Какой-нибудь в подвалах. И еще добавились какие-то столы. Но их нужно, можно разблокировать, имея карьеру детектива, карьеру детектива и карьеру доктора. Ну, особо так интересного, такого прям суперского, ничего я в них не вижу. Игрушки кролик Буня. Этот, кстати, кролик появился не в дополнении на работу, а он появился в обновлении с подвалами. Вот. И нужно собрать 10 яиц. Вот я их скоро буду собирать, и купим такого кролика нам в летсплей, нам в семью. Так, это костер. Костер у нас уже был. Ну, это все, по-моему, все, что уже было. Просто почему-то оно до сих пор у меня отмечено как новое. Почтовый ящик не от мира сего. Вот это, наверное, какой-то инопланетный ящик. Да, кстати, классный. Вообще суперски так смотрится. Стремно. Прикольный. Мне нравится. Интересно, как из него доставать. Он же, наверное, не такой обычный, как, наверное, надо нажать на кнопочку, и откроется вот эта штука, и достанется почта. Замечательно придумали. И давайте посмотрим, что еще есть в режиме вообще строительства. То есть в режиме покупки. Господи, ну, в общем, вы поняли. В режиме, да, строительства. Нам бы добавляли разные кустики. Такие вот странные, кстати, растения. Наверное, инопланетные все-таки, мне кажется. Потому что на планете Земля я таких, честно говоря, не видела. Скорее всего. Потому что появились инопланетяне теперь. И у нас вот будут такие вот странные вот растения. Кое-что нам добавили из фундаментов. А, это все же у меня из игрового набора в поход. Поэтому нет, это не из дополнения на работу. Вот, появилась офисная дверь. Еще, еще. Ну, наверное, все мы их смотреть не будем. Это мне надо построить еще одну стену, чтобы их все посмотреть. Так, обои. Обои вроде новых я не замечаю. Наверное, все и старые остались. И окна добавились. Вот арки. Арки, кстати, это прикольно. Арки это хорошо. Арки это красиво. Вообще-то люблю, когда вот такие вот окна. Они замечательные. А окна еще. Вот окно такое побольше. И все. Нет, вот еще одно. Вот это вот большое окно. Его хорошо где-нибудь в гостиной ставить. Или на кухне. Где-то в большой комнате. Ну, по-моему, и все, что я заметила, что появилось в дополнении на работу. Мне кажется, что это очень много предметов. Ага, особенно вот эта вот большая фотостудия. Такая она замечательная. Интересно вообще, как Симы будут пользоваться ей. Ой, можно даже посмотреть. Давайте сфотографируемся, что ли. Давайте тут Анжелина у меня пробегает. Сфотографируем ее. И на этом я закончу обзор предметов. Просто интересно посмотреть, как эта штука работает. Я вообще хочу делать отдельный обзор на фотографии. Но просто мне интересно посмотреть. Кстати, вот эта вот... Вот так вот. Она даже, смотрите, в позу встала. Ну, давайте сфотографируем, что ли. Так что еще раз? Я уже ж нажала. Ну, хватит уже. Ой, не отменяется. Все. Получен навык фотографии. Так. Та-та-та. И ну и что, и где наши фотографии? Вот. Появились фотографии. И, наверное, их можно где-нибудь повесить. Кстати, почему здесь Анжелина? Вы же ее знаете. Это из моего летсплея «Психушка». И, кстати, она будет участвовать в летсплее на работу. Я вот-вот собираюсь этот летсплей начать, как только закончу с обзорами. Да, мы можем поставить вот эти вот теперь снимочки, повесить. И они так замечательно смотрятся. Ой, хочу себе в династию такую штуку. Где-нибудь ее оформим. И кто-то у нас станет фотографом. Потому что вот такие классные фотографии. Жаль, что они маленькие. Можно добавить рамочку. Можно... В общем, можно делать многое и все. Но давайте вы это все посмотрите уже в летсплее, который я... Не в летсплее, в обзоре, который я посвящу именно фотографиям. Да, хотела сказать, что это у меня вот такое вот сохранение игры. Здесь у меня есть и симы из моего летсплея «Династия Стыкиленбург». А также есть симы из летсплея «Психушка». Я их вместе в один город засунула. И буду теперь здесь делать обзоры, чтобы они как бы попадались на глаза, когда я начну уже делать обзоры и показывать карьеры подробнее. Ну все, всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok